Под сводами концертного зала имени Чайковского прозвучала музыка Дмитрия Шостаковича и Сергея Прокофьева в рамках абонемента «Лёд и пламень» Национального филармонического оркестра России, которым дирижировал Владимир Спиваков. Название цикла символично, но наилучшим образом отражает характер программы, построенной на контрастах произведений композиторов, чью музыку принято сравнивать и подчеркивать не схожесть стиля. Чтобы понять, как в этом цикле оказались рядом Шостакович и Прокофьев, следует продолжить цитату из Пушкина «Лёд и пламень не столь различны меж собой». Они жили в одну эпоху, пострадали от советского режима, оба подверглись травле в 1948-м, на долю каждого выпало много страданий. В истории русской музыки 20-го века их имена стоят рядом. Они, конечно, разные совершенно, но, как у французов, есть такое выражение «les extremités et touch», то есть противоположности сходятся. Вот иногда они сходились в своей жизни, чаще расходились, совершенно два разных человека, но два человека, которые показали новые пути совершенно в развитии музыки. Шостакович представлен в концерте одним из самых известных произведений Пятой симфонии. Прокофьев – вторым фортепианным концертом, редко исполняемым из-за своей сложности. «Этот концерт требует не только колоссальной технической базы, но и огромного масштаба. Масштаба личности, понимания того, что хотел сказать автор, и просто выдержки физической, потому что одна каденция первой части – это просто целый концерт». Маэстро Спиваков, который поддерживает молодых талантливых музыкантов, пригласил исполнить это сложнейшее сочинение аспиранта Академии имени Днесиных Константина Шамрая. «Это глубокий, серьезный музыкант», считает он. Недаром Шамрай обратился к самому редко исполняемому и малоизвестному сочинению Прокофьева. «По-моему, ему было 22 года, когда он написал этот концерт. 13-й год. «До революции». «До революции». «И так получилось, что он написал этот концерт, исполнил его, по-моему, в Павловске. Он исполнил его в Павловске и потом утерял партитуру. В Америке он его… в дневниках я читал, что как раз он его восстанавливал по памяти. И, возможно, он, конечно, что-то изменил». Этот сложнейший концерт принес Константину Шамраю победу на международном конкурсе в Сиднее и симпатии зрителей на этом концерте в Москве. Елена Узерова, Виктория Дремо, Валерий Жиглей. Новости культуры.